Можно изучить основательство, чтобы дать свое мнение, по крайней мере. Используете ли вы людей и человек в роли своеобразных бегунков, совместная весть? Нет, не использую. Зачем? Когда это будет смонтировано, будет выставлена вся эта встреча на интернете, скачают и посмотрят в прохладе и удовольствии для себя. Но тем не менее, понимаете, шутка, шутка, но зачем кого-то использовать? Потому что каждый человек будет преобразовывать через свое собственное понимание. И это понимание, может быть, далеко не соответствует тому, что нужно. А закладывать на уровне подсознания бесполезно, потому что подсознание, опять-таки, если вытаскивать человека, будет выставить именно на том уровне, подсознание, которое у него есть. Поэтому мне присылали сколько раз люди на сайт разные сообщения, что они, допустим, выходят на контакт и контактят с кем-то и так далее. И что самое интересное, если бы люди внимательно находились под управлением тех, кто с ними контактит, то они бы сами увидели, что вопросы-ответы на уровне их собственного понимания. То есть не более того, чем они сами понимают. То есть это, если бы кто-то был действительно понимающий, то ответы были совершенно другого качества. Но люди-то не обращают к нему, потому что всегда в контактах таких они получают информацию о том, что их, в принципе, устраивает, что они особенные, что они избранные и тому подобное. Но кому такое не понравится? Ну, всем нравится быть избранными, правильно? Только избранность есть та черта, через которую проверяет этот человек на вшивость. Потому что если человек, я считаю, если человек даже сделал что-то значимое, то это глупо с его стороны сделать что-то значимое. Ходить, как найдут индюки, распустив хвост, что вот я такой великий, я сделал такие вещи. Это говорит о недостатке ума, с моей точки зрения. Поэтому любой человек, когда что-то достигает, если он достигает, то он должен не считать это, что он сделал просто то, что он должен был сделать. Это его ответственность, его потребность души. И это не значит, что это просто его работа. Как каждый делает свою работу, то, что он делает, и есть его суть действия, не более того. И считать, что это избранность и так далее, это все неправильно. Поэтому, к сожалению, очень часто люди на этом клюют, их ловят. Вот вы такие крутые ребята, что ты вот то-то, то-то, то-то. А опять-таки, нужно всегда задать вопрос, а чего я такой крутой, что вы сказали, что круто, а что я такое сделал? Потому что никто обычно этого вопроса не задается, потому что всем это устраивает. Вот как в свое время был такой момент, когда давно уже человек потом перестал, там был один, доставал Надежды Яковлевны, потому что телефона моего не было. Звонил, говорит, вот мне назначили управлять вселенной, человек говорит. Я уже приводил этот пример, но повторю. И вот, типа, пускай Левашов идет под мое крыло. Надежда Яковлевна мне сказали, ну что мне делать? Ну что он мне звонит, пристает, не пристает, звоните, 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 звоните. Ну, я думаю, ну что, чтобы сделать, чтобы человек отстал? Ну, явно человек психически ненормальный. Его, по крайней мере, вводят за нас. Ну, я сказал, Надежда Яковлевна, когда в следующий раз позвонит, вы скажете, что если он не перестанет вас доставать, что по башке получат и он, и тех, кто его назначил править вселенной. Как ни странно, исчезли и те, и другие. Вот, казалось бы, такой хам Левашов, да, сказал такую наглость, да, что по башке даст и ему, и его хозяям, которые назначили вселенной. Вы понимаете, что никто, никакую вселенную он не управлял. Ему просто тоже паразиты прицепились, пропели песенку, его гордыни, хорошенько, так сказать, поиграли на его гордыни. И он тут же растаял и посчитал, что он правитель вселенной. Но если бы разумный человек был бы, хотя бы капля разума была, он должен был спросить, а что я такое сделал, что вы не назначаете правительством вселенной? Я даже планеты не управляю своей, да, и вообще ничем никогда не управлял. Может быть, в лучшем случае автомобилем, и то на троечку, да. А тут управляющим вселенной, правителем вселенной. Ну, не задал вопрос почему-то, почему? Ну, как же так? А разве плохо править вселенной, да? Ну, как же так? Здорово же, да? Понимаете, вот на таких дуростях ловят вот так. И вот что самое интересное, очень редко кто против этого может устоять. Вот это меня всегда удивляло. Все тут же тают, и все тут же становятся довольны, расплываются в улыбках. Ну, детские сады и только. Поэтому никаких посредников, как говорится, переносчиков, заразы, чего-то вы не используете, никакой. Так, я смотрю, так я тоже ответил. Следующий вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!